Девочки, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. В сегодняшнем видео поделюсь с вами своими пустыми баночками, косметикой, которая у меня закончилась за последнее время. Поэтому, если вам такое видео интересно, то оставайтесь со мной и мы, как всегда, без долгих разговоров, начинаем. Поехали! Итак, первое, что я вам покажу, первое, что стоит передо мной, это шампунь от производителя L'Oreal. Линейка называется LSEF, роскошь, 6 масел, легкий питательный шампунь, новинка, питание без утяжеления. Здесь в составе 6 микромасел, редких цветов, и нам обещают и гладкость, послушность, шелковистость. Очень и очень неплохой L'Oreal'евский шампунь. Моя кожа головы, мои волосы очень привередливые, и всегда какие-то вопросы вызывают все шампуни из масс-маркета. Единственное, что мне подходит, это продукты от L'Oreal. Здесь не исключение, если линейка направлена на питание, и это L'Oreal, то, скорее всего, эти шампуни, эти бальзамы, кондиционеры мне подойдут. Что касается конкретно этого, в золотой такой оранжевой упаковке, однозначно мне подошел единственный момент, где-то, когда совсем чуть-чуть, 20% шампуня осталось, у меня начала появляться перхоть, потому что привыкание все-таки начало происходить, и я уже стала чередовать этот шампунь с другими шампунями для того, чтобы его закончить, добить. Что касается всего остального, шампунь подходил мне достаточно неплохо. Кожу головы неплохо напитывал, кожа головы была увлажнена, не вызывал поначалу никакой перхоти, никаких проблем не было. Волосы по длине не слишком пересушивал, если у вас користые волосы, если сухая кожа головы, то можете обратить на него свое внимание. Единственный момент, который меня смущал, это аромат. Мне всегда нравились ароматы вот этой линейки L'Oreal, всегда была приятная, сладковатая, такая мягкая отдушка. Тут же просто убийство моей обонятельной системы очень-очень резкий, очень какой-то навязчивый, очень дурманящий. Голову аромат я таки не люблю, на волосах он задерживается, поэтому вот этот момент хочу проговорить сразу. И если будет возможность, если захотите приобрести, то все-таки понюхайте, потому что вот прямо сразу вам отдушкой даст почувствовать все прелести, резкости и какой-то брутальности, что ли, вот этой линейки, поэтому да, этот момент нужно учитывать. Следующее, моя пустая банка, следующее, что стоит передо мной, это крем для области вокруг глаз от производителя Lan Ben. Крем у нас был с витамином С и он был направлен на антиэйджинг эффект, то есть по идее должен был давать легкий лифтинг эффект, и также он был с витамином С и должен был осветлять зону вокруг глаз. Что касается меня, у меня нет слишком больших проблем именно с кругами, с темными кругами. Иногда, когда совсем не высыпаюсь, когда маленькое количество сна у меня в моей жизни присутствует, то да, темные круги образовываются и, в принципе, неплохо с ними справлялся, но по большей части с такой проблемой я не сталкиваюсь, поэтому достаточно тяжело мне судить его именно по этому показателю. Но вот лифтинг эффект, увлажнение, питание, этот крем давал классно, я полностью прямо его закончила. Здесь у нас 20 грамм, 20 миллилитров по объему, очень классная консистенция, не слишком густая, не слишком жидкая, при этом не оставляет никакой липкости, очень-очень приятный крем, поэтому использовал его и в качестве утреннего ухода, и в качестве вечернего ухода, подходил и утром, и вечером, опять-таки, повторюсь, не утяжелял и при этом достаточно хорошо напитывал, поэтому классный кремик от производителя Lan Ben. Сейчас пользуюсь кремом от этого же производителя, но уже чуть-чуть другая линейка, опять-таки, как только закончится, дам вам знать и все про него расскажу. Так, девочки, следующая моя пустая баночка, следующее, что у меня закончилось, это полмолив, и это гель для душа, казалось бы, для мужчин, но здесь просто божественный аромат цитрусовых, и конкретнее аромат апельсина, очень свежего, очень какого-то морозного, ледяного, как будто он прям с морозной улицы принесен и вот только разрезан, настолько классный аромат, настолько он действительно бодрящий, настолько он приятный. Ни в одном гель для душа, что касается женских линейок, я такого аромата, настоящего, именно настоящего апельсина не встречала, поэтому с удовольствием пользовалась, с удовольствием его на себе ощущала. Кстати, ароматы очень-очень стойкие, если вечером пользовалась, то на утро я преспокойно этот аромат на себе ощущала. Здесь нет ничего резкого, нет абсолютно ничего мужского, здесь именно настоящий аромат цитрусовых, настоящий аромат апельсинчика, поэтому, девочки, если захотите, если любите такие ароматы, то обязательно откройте вот этот колпачок, понюхайте, и я думаю, что вы сможете этот аромат также уловить, также почувствовать, если понравится, то обязательно приобретайте. Очень и очень здесь густая консистенция, одной капельки хватает для того, чтобы взбилось все в огромную-огромную пену. Поэтому кожу не пересушивает слишком сильно, но все-таки лосьоном я постоянно пользуюсь, потому что моя кожа на постоянной основе сухая, зима, лето, осень, весна, особенно зима, особенно отопительный период. Сейчас у нас еще не зима, но уже отопительный период начался, поэтому, да, лосьонами пользуюсь на постоянной основе, потому что все мне кожу подсушивает, но не могу сказать, что прям какая-то катастрофа, и что прям какие-то шелушинки пошли, нет, в этом плане все нормально. Дальше, девочки, следующая моя пустая баночка, следующая пустышка, это шампунь в огромном объеме, 500 мл. Производитель Кливан, наверное, правильно я произношу, надеюсь, что так. Сделано все это в Италии. Шампунь защитный с экстрактом овса и алоэ на кератине с витаминным комплексом. Восстановление и блеск для поврежденных волос. Огромнейший объем, заканчивала его очень и очень долго, точно больше года у меня эта бутылка простояла. По срокам годности, кстати, все нормально, не переживайте. Шампунь достаточно неплохой, он не слишком пересушивает волосы, но у меня от него появилась перхоть буквально на третье-четвертое применение. Неделю пользовалась этим шампунем, следующую неделю переходила на что-то другое. И таким образом мне его удалось закончить. Здесь аромат уже очень свежий и действительно каким-то алоэ с отцом, вот чем-то таким, как заявлено, тем и пахнет. Однозначно не могу сказать, что шампунь восстановил волосы и придал им кучу блеска, нет. Как раз-таки наоборот, если слишком много его использовать, то есть если больше одной этой горошинки растирать в руках, если прям так хорошенько добавить, то присушит и кожу головы, и волосы, и начнет перхоть появляться гораздо быстрее. Поэтому, опять-таки, с ним нужно быть поосторожнее. И что касается кератиновой формулы, обычно шампунь, в которых добавлен кератин, они должны придавать блеск, должны такую эластичность придавать волосам. Здесь я этого не заметила, поэтому продукт для меня оказался такой 50-50. Не могу сказать, что худшее, что я пробовала, но в то же время однозначно к нему не вернусь. И который раз для себя поняла, что шампуни, бальзамы, все что угодно, гели для душа в огромных объемах, 500 мл, это прям не моя история, потому что надоедает очень быстро, и заканчиваются они просто годами, стоят-стоят, и просто мозолят глаз на этой полке. Поэтому, да, однозначно больше к нему не вернусь. Так, ну а следующая моя пустая баночка, это декоративная косметика. Единственное, что у меня закончилось из декоративной косметики, это карандашик для бровей. Здесь его уже совсем нету, это Vivienne Sabo. Здесь у нас была щеточка с обратной стороны. Обязательно оставлю вам его номер внизу, потому что номера здесь уже точно нет, но в каком-то видео я точно рассказывала, говорила какой-то номер, поэтому найду, проверю, посмотрю и оставлю обязательно его номерок в описании. Карандаш очень классный, по оттенку прям 100% подходил под цвет моих волос, и даже немножечко был светлее, тепленький, каштановый оттенок. Все мне в нем нравилось, касаемо оттенка, касаемо того, как он наносится, как он легко вот этой щеточкой распределяется, но он настолько был мягкий, он настолько быстро стачивался, что буквально за 2-3 недели я его использовала, он у меня закончился, и все, в общем-то, о нем можно забыть. Обычно деревянные карандаши, либо механические карандаши, сложат меня гораздо дольше. Здесь же настолько мягкая восковая консистенция, что нет, однозначно больше покупать не буду, потому что с таким раскладом мне придется покупать его буквально каждые 2 недели. Это меня не устраивает однозначно. Да, к этому карандашу не вернусь, но если бы они немножечко поменяли формулу, если бы сделали ее чуть более твердой, то просто был бы идеальный карандаш для бровей. И что касается оттенка, что касается вот этой щеточки, все здесь прекрасно, все хорошо, но, повторюсь, формула слишком какая-то мягкая. Естественно, есть в этом свои плюсы. Карандашик очень мягкий, и за счет вот этой мягкости он очень пигментирован, и не нужно слишком долго возиться. Очень быстро можно с помощью этого карандаша брови оформить, но, с другой стороны, он слишком мягкий, и чтобы оформить две брови, с одной и с другой стороны, приходится его постоянно подтачивать. И один раз оформив обе брови, уже видишь, что практически половины карандаша нету, потому что его постоянно приходилось натачивать, чтобы он был острым, чтобы волоски симитировать. Поэтому да, для меня все-таки минусов больше, чем плюсов. Так, девочки, и следующая моя пустая баночка, это уже покупка с сайта iHerb. Это кондиционер для волос от производителя Desert Essence. Линейка у меня с малинкой. Очень приятный здесь вкусный аромат. По объему 237 мл. Достаточно неплохой объем. Что касается состава, я думаю, что не нужно говорить, что здесь очень-очень классный состав. В принципе, вот эта линейка Desert Essence с малиной, она очень раскрученная, и очень часто можно ее встретить на ютубе. Много про нее пишут, хорошего говорят. Что касается состава, полностью на 100% согласна, что здесь классный состав. Здесь и вытяжки, экстракты, и экстракт алоэ уже на первом месте идет. Дальше на втором месте как раз-таки идет уже экстракт той самой малины. Приятнейший аромат, приятная, очень густая консистенция, с волос не стекает, но мне все-таки чего-то не хватило. В этом кондиционере мне не хватило эффекта таких здоровых волос, эффекта блестящих волос. Поэтому, если я его не вижу хотя бы в минимальном проценте у себя на волосах, то достаточно тяжело мне дальше этим продуктом пользоваться. И вот здесь как раз-таки такая история. Вроде бы классный состав, вроде бы ничего плохого с волосами не происходит, вроде бы они не пересушены. Но в то же время какие-то они не живые, какие-то они не блестящие, не хочется мне до них дотронуться. А хочется наоборот сразу же, когда волосы начинают подсыхать, сразу же хочется либо спреем воспользоваться дополнительно, либо какой-то маслице по-быстрому нанести, чтобы они как-то ожили, чтобы какие-то другие стали по своей структуре, чтобы структура все-таки стала более приятная. Довоякое впечатление, что, кстати, состава классный состав. Повторюсь, просто супер, натуральный все. Прекрасный, прекрасный аромат, прекрасная консистенция. Но вот по эффекту нет. Мне однозначно не хватило какого-то питания, мне не хватило какого-то приятного утяжеления. Рекомендую для тех, у кого более послушные волосы, для тех, у кого прямые волосы, блестящие от природы. Я думаю, для таких волос вот такой состав. Это просто самое, что ни на есть оно, когда просто хочется сохранить все в таком красивом виде и немножко подпитать, немножко увлажнить, то, возможно, для таких случаев он подойдет. Для более проблемных, пористых, сухих волос, мне кажется, что здесь однозначно не будет хватать того самого питания, увлажнения и приятной такой тяжести, как многие другие кондиционеры дают. И последнее, что я вам покажу, про что мы сегодня поговорим, это белорусский производитель Selfie Lab. И это умывалка для лица, гель, пенка для умывания с экстрактом виноградной косточки и депантенолом. Не содержит парабенов, не содержит СЛС для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной. Действительно, подходит для чувствительной кожи, потому что я с помощью этого средства удаляла макияж, и он прям попадало, вот это средство в глаза, ничего не происходило, никакой реакции у меня не было. Поэтому смею предположить, что подойдет для чувствительной кожи очень и очень неплохой гель для умывания. Единственное, что он не превращается в пенку, это обычный гель, здесь гелевая желейная консистенция, прозрачная, и даже при попадании воды на ладошку, даже при растирании ни в какую пенку он не превращается, такую же гелевую консистенцию сохраняет. Поэтому да, это такой непонятный момент, зачем был указывать, что это пенка, потому что в пенку он точно не превращается. Во всем остальном, очень и очень приятный продукт, очень густой, одной капельки хватает, чтобы полностью смыть легкий макияж, двух капель для того, чтобы смыть такой макияж, как у меня, например, сегодня. Я не люблю слишком долго возиться со средствами по удалению косметики, поэтому очень часто вечером я удаляю макияж просто какой-то вот такой пенкой, и мне этого хватает. В этом плане мне также подходило, также мне все нравилось. Кожу не слишком сильно пересушивает, однозначно ее не напитывает, но и слишком сухой кожа точно не становится, особенно если с ним не перебарщивать. Единственный момент, единственное, что мне не понравилось, это аромат виноградной косточки, смешанный с каким-то, с какими-то лекарствами, какая-то вот аптечная душка, и она прям такая тоже явная, уловимая, и это тот момент, на который стоит обратить внимание. Душка уловимая, но с другой стороны она очень быстро выветривает, и на лице, например, на ладошках она не остается, но вот когда выдавливаешь из тюбика это средство, тогда, да, ее можно прям очень сильно ощутить, и если вы чувствительны в плане ароматов, если не все вам подходит, я знаю, что у многих девушек слишком сильный, слишком резкий аромат вызывает головную боль, то для таких девушек, для таких случаев однозначно этот продукт не подойдет. И, девочки, это было все, что я вам хотела показать, и про что хотела рассказать в этом видео. Делитесь вашим мнением, чем пользовались, чем не пользовались, возможно, есть какие-то рекомендации. На этом я с вами буду прощаться, по традиции желаю вам отличного дня, чудесного настроения, очень скоро увидимся в новом видео, и всем пока-пока, до новых встреч!